Добрый вечер! Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения летчика-испытателя, писателя Игоря Ивановича Шелеста. Я думаю, многие из старшего поколения читали его книги, замечательные книги «Вечу за мечтой» с крыла на крыло, но далеко не все прекрасно знают его жизненный и рабочий путь. Поэтому хотелось бы сегодня рассказать о нем более поподробнее. Значит, Игорь Иванович родился 24 января 1914 года в Москве в семье Ивана Алексеевича и Екатерины Федоровны Шелеста. В семье было трое детей. Игорь Иванович был старшим, сестра внеоросления и младший в возрасте Борис. То есть, его было трое детей. В 1915 году, то есть, когда Игорю было всего один годик, семья переехала в Киев, там прошло его детство, а потом в 1925 году семья вернулась обратно в Москву. Так вот, вот этот младший брат Игоря Ивановича Борис Иванович Шелеста, он тоже пошел по пути старшего брата и стал летчиком. Он окончил Борисоглебскую летную школу, попал на фронт в апреле 1943 года и, к сожалению, уже 6 июля в самом начале Курской битвы погиб на Курской дуне на истребителе ЛА-5. А сам Шелест закончил в 1929 году школу девятилетку, тогда в 1929 году была очень безработица большая в Москве, то есть, работу было найти очень сложно, тем более у него кроме школы, что ничего не было. И тут, по-моему, случай, дело в том, что Шелеста зажил в районе Самотечной площади. И его мама, Елизавета Екатерина Федоровна, очень дружила с соседкой, даже не по дому, а по соседнему дому. Вот этой соседкой была Мария Николаевна Баланина, мать Сергея Павловича Королева. И получилось так, что они вот, их мамы, дружили. И Екатерина Федоровна Шелест попросила Сергея Павловича, он уже в это время работал на Ходынке на авиазаводе 1939, и здесь верит, что пристрой Игоря тоже на авиазаводе. И Сергею Павлович предложил массу усилий, чтобы это случилось. Там не так-то все это было просто. Была биржа труда, попасть на работу на какое-то предприятие можно было только по направлению с биржи труда. То есть, сначала, цепочка такая, сначала предприятие должно сказать, что тебя возьмет, потом биржа тебя направляет на это предприятие, и только после этого. Так вот, Королев сам ходил к директору авиазавода 1939 просить за молодого Игоря Шелеста, чтобы его взяли к ним на работу. И дальше, вот, Игорь Иванович в своей книге описывает, что он ждал Королев, когда вернется с помещения, где сидел директор завода, и он выходит, и дальше Шелест пишет. Протянув мне полоску папиросной бумаги с машинописным текстом, на которой я увидел свою фамилию, и размашил свою подпись синим карандашом, Евстигнеев, директор сказал, поезжай на биржу и будем надеяться, что там отнесутся сочувственно к нашему запросу. Если дадут направление, возвращайся. Сегодня же я оформлю на работу. Что пролепетал я в знак благодарности не помню. От радости, как говорится, запут дыхание с горла. Сергей Королев вышел со мной в трамвайной остановке, обхватив заплеченном узбол. Без удачи не возвращайся. А еще через несколько дней, в светлый день 1 мая, я отправился с рабочими авиазавода на праздничную демонстрацию. И пока мы с пением и плясками двигались по Тверской Красной площади, я чувствовал себя счастливейшим человеком. И вот с этого момента, это 29-й год, вернее 30-й год, Игорь Иванович полностью всю свою жизнь связался с авиацией. Сначала он работал на этом авиационном заводе 39 обычным клепанщиком в цехе. То есть у него никакой специальности не было. Вот как раз Игорь Иванович в 31-м году, ему 17 лет. В это же время, дело в том, что в те годы в Советском Союзе был очень разный планерный спорт. Я это вечно объясняю тем, что планер построен своими силами и дешевле, и проще, чем самолет. Поэтому именно планеры тогда получили такое массовое развитие. И была так называемая Московская планерная школа, где вот такие обычные пареньи 16-17 лет изучали сначала теорию, а потом летали на планерах. Так вот, Игорь Иванович записался сразу же, когда он пришел на этот завод, в эту Московскую планерную школу. И они начали своими силами строить вот такой планер. И Д-4, Игорь Толстых, 4-й. Своими силами, повторяю. И когда они его своими силами построили, уже к весне 31-го года, они начали на нем совершать полеты. Полеты проводились на сходне. Сейчас это, вот здесь наше МЦД-3, после Химок, станция планерная. Вот она именно поэтому так и называется, что там располагалась Московская планерная школа, где встали на крыло очень и очень многие наши планеристы, в том числе Игорь Иванович Шелест. И с тех пор он начал очень активно заниматься планерным спортом. Потом его направили в высшую планерную школу, ну она называлась бы высшая, это центральная классная школа, в поселке Коктебель, в Крыму, около Феодосии. Там была так называемая гора Кузун-Цирт, потом ее перенавали в гору Климентиеву, которая идеально подходила для планерных полетов. И там уже он, как говорится, отшлифовал свое мастерство, и даже оставлен был инструктором, вернее, назначен был инструктором в этой самой Московской планерной школе. Повторюсь, ему было в это время всего 17 лет. Вот так рано взрослели в то время люди. А дальше вот эти три молодых человека им осенила большая идея. Дело в том, что планеры, по-хорошему, его просто запускают в воздух, и он планетный. Но иногда его буксируют, то есть привязывают планер к самолету и летят на нем. Так вот, раньше максимум два планера за самолетом цепляли и совершали полеты буквально в смысле по кругу. А вот эти трое людей, Никодим Симонов, Сергей Анофин и Игорь Шелест, вдруг предложили. А каждый год в Коктебеле проводились всесоюзные планерные состязания. То есть со всей страны планеристы-любители съезжались именно в Коктебель, где демонстрировали своими руками сделанные планеры. Так вот, они предложили, а давайте мы не на поезде будем перевозить планеры в этот Коктебель, а прицепим их к самолету и полетим из Москвы в Коктебель. Для того времени это было просто какое-то, как сейчас говорят, нового хава. И вот в 1934 году, это Шелесту было всего-навсего 20 лет, они этот эксперимент проделали. П-5, это пассажирский вариант самолета Р-5 разведчика биплана, к нему прицепили три планера Т-9, которые пилотировали авторы этой идеи. И вот в таком составе они из Москвы с двумя промежуточными посадками в Харькове и Запорожье за один день, даже нет, за два дня, это начало из-за непогоды. Но факт остается фактом, что они пролетели 1270 километров за 8 часов 40 минут летного времени. То есть они доказали, что можно не на поезде перевозить все эти планеры на состязания в Коктебель, а вот так вот буксировать за самолетом, ну так, в нужную точку. Об этом написали во всех газетах, журналах, то есть этот способ взяли на вооружение все планеристы нашей страны. А дальше больше, вот они, это было в мае 1934 года, а в сентябре 1934 как раз в Коктебеле проводились всесоюзные вот эти планерные состязания. И вот они-то так говорят, ну все, давайте теперь это бы как эксперимент поставили, а теперь это поставили на баку. И вот они взяли, опять-таки, прицепили два планера Б-9 и один планер 5-местный, ГМ-4. Более того, снабдили этот, вот так называли, аэропоезд, радиофицировали. То есть летчик самолета мог по рации связываться с пилотами планера, то есть на случай непредвиденной ситуации. То есть они эту идею разбили дальше, сделали ее более безопасной. И уже по хрозам было, вот в 1935 году, там уже 7 планеров прицепили за самолета. Причем, видите, трое планеров были за хвостом прицеплены, и по два планера еще закрыли были прицеплены. То есть это направление получило право на жизнь, и больше дальше она использовалась. Ну, если вы знаете, в годы войны наши планеристы, в том числе Сергей Михайлович Ановин, который стоял у истоков этой идеи, они летали в тыл к партизанам на планерах. То есть планер фуксировали на самолете до расположения партизанского отряда, планер отцеплялся и приземлялся на партизанском аэродроме где-то в лесу. То есть эта идея была развита не только для планерного спорта, но даже и для боевой деятельности. Повторюсь, у истоков стоял как раз Игорь Иванович Шевест. За вот эти все изобретения, за работу он 4 мая 1935 года был награжден грамотой Центрального исполнительного комитета СССР за подписью Калинина. Ну, Центральный исполнительный комитет потом переименовали в Верховный Совет. Это высший орган государственной власти. Это как-то по существу сейчас Государственная Дума. То есть вот он в 1935 году, когда ему было всего 21 год, получил уже такую высокую награду. А дальше он уже был инструктором в той самой Коктебельской школе, в высшей ледной, вернее, в высшей планерной школе, обучал, вот, скажем, молодых курсантов. Вот он, Игорь Иванович сидит слева, а это его группа. То есть планеристы, которых он обучал полет на планерах. И также в 1936 году он познакомился с радиотехником из САГИ Идеи Дебедевой, которая через год стала его супругой, с которой он прожил всю свою жизнь. У них было двое дочерей, Татьяна и Ольга. А познакомился он с ней как раз в Коктебеле. Дальше в 1937 году его переводят в Москву и назначают командиром платерного отряда Центрального аэроклуба. То есть это тот самый, потом он стал имени Чкалова, Центральный аэроклуб в Тушино. Но в 1938 году в оболне репрессий были репрессированы почти все. Тогда не было до Запада, тогда был ОСАВИАХИМ. Так вот, в 1938 году как раз почти всех вот это руководство ОСАВИАХИМа было репрессировано. Закрыли вот эту самую центральную планерную школу в Коктебеле, начали арестовывать уже инструкторов и шелесты из аэроклуба уборили. В 1938 году. Он у себя в дневнике записал. Уволился из аэроклуба и уже месяц не работаю, совсем нет денег. Уволился из-за того, что предложили ехать в Ульяновск работать командиром отряда. Я отказался на отрез, поэтому пришлось уйти. Сегодня, наконец, закончил книгу. О какой же книге идет речь? Это вот такая вот небольшая, дыркая обложка книжечка. Называется она «Безмоторный полет». Он ее написал соавторством с Никодимом Симоновым. Она была издана тиражом 15 тысяч землян, Центральным советом ОСАВИАХИМа. То есть здесь эта методичка, как летать на планере. По существу учебник. Это был первый в нашей стране учебник, учивший летать на планере. В автору в тот момент было всего на все 24 года. К сожалению, судьба его соавтора Никодима Симонова сложилась трагично. Он, как и Игорь Иванович, стал летчиком-испытателем. И в 1942 году погиб по нелепой случайности на аэродроме Новосибирского завода на рулежке столкнулись два самолета и загорелись. Его полетчиков, в том числе Никодим Симонов. Почему я сейчас об этом говорю? Я знаю, что у Игоря Ивановича в жизни будет аналогичная потом ситуация. А дальше, в 1939 году, да, а так как он отказался ехать в Ульяновск, он это в книге написал, и он был некоторое время бесплатный. В это время, как раз в декабре 1938 года, родилась дочь Татьяна. То есть нужно было хоть где-то работать, содержать семью. И он устроился на работу с заведующим отделом авиатехники, редакции журнала самолета. То есть журналистом сделался. Вот это были первые его опыты, собственно, журналистской деятельности. И вдруг в 1939 году приходит интересное предложение. Дело в том, что на нашем аэродроме в то время фазировался 8-й отдел ЦАГИ, который занимался летными испытаниями. И им понадобился опытный планирист для проведения испытаний именно на планирах. Был такой конструктор, фищук. К сожалению, у него очень мало информации. Даже именно он что-нибудь нигде не удалось найти. Так вот, он в 1939 году придумал очень интересную схему. Значит, навлазились, устанавливались фотодатчики. Его поднимали в воздух, фуксировали, отцепляли. И дальше, если на земле какой-то был луч света, то фотодатчики его засекали и давали сигналы на руле. И планер начинал пикировать, ну, планировать, пикировать на эту цель. То есть это было сделано, что если в боевых условиях летит бомбардировщик, нанести удар в противника, противник включает прожектора, чтобы перехватить бомбардировщик. А у планера за собой пуксируется несколько, у самолета-бомбардировщика пуксируется несколько таких планировок. Он их отцепляет, и они поражают вот эти самые прожектора. Вот такая идея, собственно, была. И нужно было вот эту автоматику, это посвящено как самонаводящаяся ракета, если вот так это уже по-современному назвать. Нужно было эту автоматику облетать. И вот как раз в 1939 году, а облетать это нужен планилист хороший, который знает все эти особенности. А начальник облетной части 8-го отдела ЦАГИ был вдающий-беспытатель Иван Фродович Козлов. И вот ему кто-то порекомендовал пригласить Игоря Ивановича Шелеста, который уже к тому времени прекрасно себя зарекомендовал, как то не резко. И дальше Шелест пишет, какие муки дерзали меня, пока шли переговоры. Долго длилось оформление. Принимали на работу меня начальник лаборатории Николай Сергеевич Строев, который потом стал, собственно, начальником ЛИИ, и начальник летной части Иван Фродович Козлов. Козлов прямо заявил, мы берем тебя только на испытания этого планира. У нас не школа, на самолетах здесь летать не будешь. Так и знаю, обещания тебе никаких не дают. И потом направил меня работать в лабораторию к Егору, известному аэродинамику, человеку аскетического вида с выражением недовольства на лице. А на самом деле он был справедливым и добрым. В лаборатории я встретил, видите, у вас Босямина, бывшего начальника летной части в Канкебеле в период боевого обучения. По поводу слов Козлова Васянин сказал, ты не унывай, Фрой всегда так говорит, он как бы испытывает тебя, будет очень хотеть, добьется. Для того, кто любит летать, преград нет. Так оно и получилось. Шелест прекрасно. Да, 16 декабря 1939 года, его приняли на работу в 8-й отдел ЦАГИ, и с того времени он жил в нашем городе. И вся его дальнейшая жизнь была связана с Жуковским. Он прекрасно себя зарекомендовал на этих испытаниях. К сожалению, эта система не получила дальнейшего развития. Но молодого летчика заметили. И взяли в штат летчиков-испытателей ЦАГИ. А дальше он испытывал вот такую очень интересную конструкцию. Это первый в нашей стране самолет на воздушной подушке. Это совершенно нестандартная схема. Значит, был такой конструктор Александр Давыдович Надирадзе. Он потом уже после войны конструировал баллистические ракеты и стал даже важным героем социалистического труда. А тогда он придумал, что можно поставить на самолет надувную резиновую подушку снизу фюзеляжа, там же под фюзеляжем поставить мотоциклетный двигатель, который будет нагнетать воздух в эту подушку, и поэкспериментировать. То есть, по идее, такой самолет может взлетать абсолютно с любой поверхности. Ему никаких нету преград. И вот, видите, как бы фаз в профиль фотографии этого самолета. Это вот тот самый моторчик, который у него внизу был установлен. Он имел мощность всего 30 лошадиных сил, но давал 3800 оборотов в минуту. То есть, нагонял воздух вот в эту подушку. И дальше вот этот вентилятор, это снизу снято, который в эту подушку подает воздух. И вот зимой с 1940 до 1941 год Шелест на нем сначала просто рулил по аэротрону, потом начал делать подлеты, но именно подлеты только по прямой, потому что двигатель М11, основной двигатель самолета, у него мощность всего 100 лошадиных сил. А, соответственно, имея такую надувную резиновую подушку, сопротивление воздуха очень большое, и все опасались, что на развороте двигатель просто может не вытянуть и свалиться самолетом. Поэтому подлеты только проводились по прямой. Показали, причем этот самолет испытывал, подлет не облетывал его, Гимашев, Громов, другие летчики-стататели. Все дали высокое цену. И дальше уже была идея, понятно, что с такой надувной резиновой подушкой летать нельзя. И была идея такая, что он взлетает, подушка сдувается, прижимается к фюзеляжу самолета, а потом будет снова перед посадкой надуваться. Но так как это была весна 1941 года, там уже война началась, естественно, эту схему никто уже доводить не стал. Но, повторюсь, это был первый в нашей стране летательный аппарат на воздушной подушке, конкретно самолетом. Испытывал его, повторюсь, Игорь Иванович Шелест. Дальше, 8 марта 1941 года, на базе 8 отдела ЦАГИ, создан летный сельский институт, который воскликнул Хан Михайлович Громов. Он далеко не всех летчиков-испытателей из 8 отдела ЦАГИ пригласил к себе в институт. В частности, Ивана Фродовича, с обувием, не взял в институт, хотя он был начальник летной части 8 отдела. А вот Шелеста, он пригласил в этот институт. Дальше он испытывал там истребители, и в том числе планеры. Вот как раз, когда началась война, опять-таки встал вопрос переброски десантников. И вот разработали такой десантный планер КАИ-5, это Казацкий институт, планер разрабатывался в Казани. Вот его схемка, всего 4 человека, помимо полета, пилота в комедии умещалась. И вот осенью 41-го года Игорь Иванович Шелест испытывал вот этот планер в Киржаче. Там был опытный полигон воздушно-десантных войск. И одновременно испытывал еще такой планер. Здесь уже побольше. Здесь 10 человек вмещалось, назывался планер КАИ-5. Но, к сожалению, там у них была куча недостатков. Планеры эти так и в эксплуатацию приняты не были. А ему поручили испытания следующего очень интересного самолета. Это ДБ-3ПС. Значит, здесь впервые в нашей стране его оборудовали системы управления пограничным слоем на крыле. Еще интересный момент. Вот этот самолет был первой летающей лабораторией, созданной в ЛИИ. С того времени там очень много летающих лабораторий, созданные для двигателей, испытаний, для много чего. Но это была самая первая летающая лаборатория в ЛИИ. Испытывала ее, опять-таки, шелест и очень интересный момент. Значит, да, еще, чтобы было понятно, там с крыла, буквально, в смысле, отсасывали воздух, чтобы сделать пограничный слой управляемый. И что это дало? Значит, скорость планирования минимальную снизили на 16 км в час. И еще, управляемость, минимальная эволютивная скорость была 147 км в час, а с помощью этой системы 133. Ну, то есть, это довольно-таки маленький показатель, но, повторюсь, это впервые в нашей стране было. То есть, если бы эту начать дальше проблему туда изучать, то, может быть, ее бы-то даже уже внедрили. Так вот, первый вылет он совершал на нем осенью 41-го года, а именно 16 октября. Ну, чтобы было понятно, 16 октября 41-го – это то самое время, когда была массовая эвакуация из Москвы, под угрозой ее захвата немцами. Так вот, Шелли в своей книге пишет, 16 октября 41-го года, когда немцы вплотную подошли к Москве, я выполнил первый полет на экспериментальном турбомоторном самолете ТБ-3 УПС. Одновременно это был и перелет в город Арзамас на высоте 50 метров с сотрудницами нашего института. На четырехместном, неиспытанном и непринятом АТК-самолете было 11 женщин и грудной ребенок. В полете сорвала фонарь с кабины, улетела навигационная карта. Без штурмана и без карты благополучно закончился этот тяжелый перелет. Тогда у нас на четырехместном самолете было 13, чертова дужина. С тех пор я полюбил число 13. А месяца через два мы смогли вернуться к испытаниям этого ТБ-3 УПС и началась исследовательская работа по управлению по граничным слоям воздуха на крыле. Очень далеко вперед заглянули тогда ученые цаги. Только спустя 20 лет уровень техники позволил осуществить начатые планы. Вот такой вот необычный первый полет опытного самолета вместе с эвакуацией женщины и ребенка из Жуковского в Арсамас. А дальше вот в 42-м году в Новосибирске использовал опять-таки десантный планер БДП-5. Второй экземпляр это конструкции полигарного вагона. И провел он еще очень большую работу по внедрению в серию бомбардировщика Ту-2. В конструкции Туполева их серийно строили на авиазароте 166 в Омске. Там своих летчиков не хватало заводских. Вернее даже не было такой квалификации летчиков, которые могли бы испытывать эту технику. И туда командировали Игоря Ивановича Шереста. И он испытывал самые первые серийные образцы бомбардировщика Ту-2. И вот в полете 25 марта 43-го года экипаж состоял из стойка Шереста, инженера Георгия Ивановича Паяркова и грудмеханика Александрова. И у них отказалась система выпуска шасси. Значит, правая стойка вышла, левая полностью не вышла. Шерест попытался пилотажем, ну как бы чекал в знаменитом фильме, 30 минут, значит, и насосом, и перегрузками пытались ее стойку выпустить. И кончилось тем, что самопроизвольно закрылась створка масторадиатора правого мотора. А створка тоже превладилась в действие гидравликой. И начался перегрев масла. То есть нужно было вообще тексты насажать. В итоге посадку они все-таки выполнили. Немножко самолет, как вы видите, подломался. Но, тем не менее, очень быстро был восстановлен. И Архангельский, это заместитель Туполева, даже написал благодарственное письмо Шересту, что так мастерски была выполнена посадка с минимальными повреждениями. Дальше Ли вернулась. Как раз в это время Ли находился в эвакуации. В 1943 году Ли вернулся из эвакуации. Здесь уже Шерест проводил испытания на нашем аэродроме. В частности, вот это был такой высотный истребитель-перехватчик, конструкция Микояна, И-222. Планировалось на нем достичь высоты порядка 13 тысяч метров. Двигатель снабжен был турбонаддувом, соответственно, чтобы он мог до такой высоты позволять самолету подняться. Самолет сначала испытывал Алексей Петрович Екимов. Но 9 августа 1944 года Екимов был вынужден покинуть горящий самолет НИ-225 с парашютом, другой самолет. Получил ожоги и его подвестили в госпиталь. Самолет испытывать было некому. И поручили тогда Игорю Ивановичу. 1 сентября 1944 года он впервые на нем вылетел. На второй день, 2 сентября 1944 года, вылетел на нем уже на высоту 7 тысяч метров. С включением турбонаддува. Их последующие дни должен был продолжить испытания. Однако этим планом сбыться было не суждено. Тогда же, 2 сентября 1944 года, Шелест выполнял испытательный полет на истребителе Як-9У. Конструкции Полихаева. Яковлева происходило это вечером, уже в районе 6 часов. Нужно было выполнить три скоростной площадки на высотах 2000, 1200 и 800 метров. Взлет был в сторону Москвы, в сторону Москвы-реки. Значит, самолет взлетел, развернулся и начал набирать высоту в сторону нового села. Набрав порядка полутора тысяч метров, двигатель вдруг начал чихать. В кабине появился белый дым. Шелест понял, что двигатель начинает загораться. И начал садиться с обратным курсом со стороны нового села на полосу, ну, как если кто-то знает, на ВПП Донар-1. А в это время на этом ВПП-1 выруливал самолет Як-6. Это деревянный самолетик, предназначен для перевозки людей. Там в нем находился в этот момент летчик и 5 пассажиров. Так вот, этот Як-6, летчик этого Як-6, по фамилии Кузнецов, он, к сожалению, не обратил внимания на там, когда операции не было, еще на этом самолете. И все команды подавали огромные рабочие флажками. И женщина там была, она махала ему красным флажком, что нельзя занимать полосу, потому что шелест. А у него двигатель в итоге остановился. И он уже планировал эту полосу. И еще момент. Он планировал на первую полосу, это было 18.50. Солнце в это время заходило как раз на востоке, точнее на западе, и ровно ему в глаза слепило это солнце. То есть он этот самолет не видел. Вот кроме этой, вместо этой катастрофы, то есть шелест заходился сразу до Нового Села, на посадку. Самолет с грунта вырубил на бетонку, чтобы слетать в сторону Москвы. И в итоге произошло столкновение. Самолет шелеста влезался в этот Яг-6. Все шесть человек, точечки на отмече, куда их выкинуло после столкновения, все шесть человек погибли. Самолет и этот, самолет шелеста загорелись. Где-то 150 метров он по полосе проскользил Яг-9. И после этого шелест умудрился из него выскочить, получив ожоги лица и рвов. Но, к счастью, спасся. После этого полгода он не летал, потому что, например, психологически было очень тяжело. Вроде бы, как аварийная комиссия полностью исключила его виновность. Но, тем не менее, психологически это, конечно, было тяжело. И, второе, ожоги тревоги медленно заживлялись. После этого Игорь Иванович вернулся к испытательной работе. Много испытаний, истребителей провел. И вот, в конце 40-х годов появилась такая тема, как дозаправка топлива в полете. Дело в том, что для достижения потенциального на тот момент противника Соединенных Штатов Америки, чтобы сбросить атомный комплекс, бомбардировщика дальности не хватало. Нужно было кто-то заправлять бомбардировщик в воздухе. Сначала появилась так называемая схема Ваховского. Значит, у двух самолетов, видите, из хвоста выпускался сначала на одном самолете просто трос с кошкой на конце. Вот как у моряков кошка. На втором выпускается такой же трос, тоже с кошкой. Самолет начинает маневрировать, зацепляются кошками. Потом он подтягивает этот трос, на нем идет шланг. В общем, целая многоступенчатая водяка. Эту схему начали испытывать, но было понятно, что она очень сложна. И тогда Игорь Иванович со своим другом Виктором Сергеевичем Васяниным, они были знакомы еще с Коктеймери, с 30-х годов, а Васянин тоже работал дельщиком испытательным ЛИИ, они предложили другую схему для заправки. Причем, что очень интересно, ни Васянин, ни Шелест не имели инженерного образования. Шелест закончил 9 классов школы, в 38-м году он уступил в БАЕ, отучился 2 года, но как раз на то время его взяли на работу в ЛИИ, времени не хватало, он и Джону забросил. А Васянин в 30-м году закончил в Запорожске, найден технический техникум. То есть инженерного образования ни тут, ни другой не имели. Но, тем не менее, они разработали схему заправки, так называемую, с крыла на крыло. Сначала их отрабатывали на самолете Ту-2, отрабатывали ее в 49-м году. Значит, ведущим инженером был Васянин Миктор Сергеевич, а летчиками этих самолетов Ту-2 была Метхан Султан и Игорь Иванович Шелест. По сущности заправки я скажу чуть позже, но в итоге 15 июня 49-го года они выполнили первую в нашей стране автоматическую дозаправку в воздухе методом с крыла на крыло. Быстрее всего, даже это первая в мире была дозаправка методом с крыла на крыло. Это журнал полетов с аэродрома ЛИИ. Вот 15 июня здесь есть запись. Ту-2 Аметхан Султан и Ту-2 Шелест. А это вот излетные книжки, куда вписаны вот эти две даты. Я почему на этом акцентирую? Потому что во многих источниках пишут, что это было 16 или даже 17 июня. На самом деле по документам очень все прекрасно прослеживается. Это было 15 июня 49-го года. Вот как раз уже они настолько ее отработали, что начали даже истребитель экспериментировать, заправлять. То есть Ту-2 заправляет Як-15. Як-15 пилотировали Игорь Иванович Шелест. И вот в августе 40-ти... Да, и еще интересный момент, когда они впервые вот эту дозаправку 15 июня 49-го года провели, Игорь Иванович вечером записал в своем дневнике. Собрались на аэродроме рано. В этот день мы с Аметхан Султаном осуществили в полете автоматическую заправку самолета Ту-2. А Ту-2. Я на заправляемом, а Амет на заправщике. Летали после сцепки, не разъединяясь, добрых 50 минут. Бензина, правда, перехочали немного, да это поначалу было и неважно. Теперь убедились в правоте самой идеи. Призявлились, вылезли и ну, плясать у самолета. Вот такие эмоции переполняли. А дальше уже получили в Осяниной Шелест, видите, авторское свидетельство. Патент на это изобретение. Крыльевую заправку самолета в воздухе. Но это они на Ту-2. Ту-2 уже уходил в это время с арены. Для транспортировки атомной Бомбы применялся самолет Ту-4. И вот в 50-м году они продолжили уже эти испытания на самолетах Ту-4. Единственное, здесь вместо Аметхан Султана начал летать Алексей Петрович Екимов. Вот Ту-4 как раз дозаправляется в воздухе методом крыльевой заправки. Это впервые произошло 12 мая 50-го года. Еще интересный момент. С середины 49-го года на Ту-4 летал в качестве техника Юрий Александрович Горнаев. Он только-только освободился из лагеря. Его нигде не хотели брать на работу. И он с большим трудом устроился при именно техниках. Но ему хотелось летать, он летчик. И вот именно Шелест и Екимов его впервые начали брать с собой в полеты. Шелест позже вспоминал. Для начала Горнаеву поручили прокладку труб покрытием наших Ту-4. Это дело он выполнял с Юрой Киротковским. Нам приходилось много изобретать. И Горнаев предложил один из вариантов механизма подачи шланга. Пришло время и мы отправились в полет. Горнаев был снабжен в составе экипажа. Оператором сцепки. С ним произошла полная метаморфоза. Парень просто сиял от счастья. Всегда энергичный. Юра теперь двигался так, будто земное притяжение уменьшилось в два раза. То есть вот они его вернули собственно в небо. Игорь Иванович Шелест и Алексей Петрович Екимов. Это вот фотографии супруга Горнаева музицируют. Екимов супруга сидят. Надо сказать, что и семья Шелест очень любили музицировать. Они часто собирались вместе с Горнаевым в Оперу ездили, на спектакли, в театр. То есть музыкальные семьи были. А это вот собственно как осуществлялась дозаправка самолетов в воздухе. Я просто не сказал это. Рассказывать нужно на пальцах это очень сложно объяснить. А сейчас если можно в видео, в клипе, покажите, там все подробно рассказано и показано. То есть вот летит самолет, с крыла выпускает шланг. Причем вот это самолет заправляемый. Он не маневрирует, маневрирует заправщик. Вот он, крыло, цепляет выпущенный шланг. Заправляемый самолет выпускает из правого крыла трос с замком с цепки и стабилизирующим конусом. Самолет заправщик становится в правой пелене с нулевым интервалом. Нагоняет ведущий самолет, накладывает левое крыло на трос и осуществляет сцепку троса со шлангом. Затем заправщик отходит вправо для занятий строя заправки. Одновременно производится подтягивание троса, соединенного со шлангом с заправляемым самолетом. После соединения самолетов шлангом производится продувка и заполнение системы нейтральным газом, азотом. А затем включаются насосы перекачки топлива. Управление всеми операциями заправки осуществляется дистанционно, одним оператором на каждом самолете. Значительная часть операции автоматизирована. Во время заправки строй самолетов выдерживается по интервалу до 10 метров и по дистанции 20-25 метров. После окончания заправки шланг несколько отпускается от заправляемого самолета и происходит расцепка шланга с тросами. Шланг убирается в заправщик, а трос в заправляемый самолет. Время соединения и разъединения топливных систем самолетов занимает около трех минут. Эта система может быть применена как на бомбардировщиках, так и на истребителях. Крылевая система заправки в промышленном исполнении прошла государственное испытание на шести самолетах Ту-4. Эти самолеты были направлены в авиационные части дальней авиации для освоения летным составом. Как уже было сказано, начали летчики дальней авиации осваивать эту систему. Первые ее начали осваивать летчики 198-го Бордейского тяжелого противоречного лицового полка в аэропорту Борисполь. Это под Киевом. И туда же, чтобы им помочь, направили Виктора Сергеевича Васяника. Он сначала помогал, потом в январе 54-го года туда же приехал Игорь Иванович Шелест, ему на подмогу. Да, вот видите, в 52-м году эта система была официально принята на вооружение. Еще интересный момент. Босяни и Шелест были назначены на должность главных конструкторов этой системы. Это довольно-таки большая должность в то время. И вот в 52-м приняли официально на вооружение, начали осваивать. В январе 54-го года Шелест приехал в Киев, Борисполь помогал им это осваивать и записал. Наша система заправки работает хорошо. Военные летчики освоили это дело и выполняют работу уверенно. Туполев решил поставить граневую систему заправки на Ту-16. Как раз в это время на испытание вышел реактивный уже бомбардировщик Ту-16. И было Туполев принято решение эту же систему заправки использовать на этом новом самолете. А уже в августе 54-го года Шелест пишет, успешно закончили все испытания. Труд 5,5 лет закончился. Систему удалось довести и она теперь действительно хорошо работает. То есть полностью было все внедрено. Но именно в 54-м году летом Шелеста списывают. В 40 лет слетная работа, но на один глаз линия упала. И он, вот это уже на Ту-16, это же крыльевая заправка, потом используется. Причем она использовалась до 90-х годов. Пока Ту-16 состояли на вооружении, их заправляли вот именно методом крыльевой дозаправки. То есть это изобретение пошло действительно в Сирию и очень долго использовалось. А Шелест подводил итоги. Всего он на тот момент летал 23 года. Общий налет почти 2900 часов. 51 тип самолета освоенный, 52 типов ламеров. То есть вот такие довольно-таки хорошие итоги летной деятельности. После этого встал выбор, чем заниматься дальше. И тут очень интересный момент. В 1953 году в Министерстве авиационной промышленности Шелест случайно встретил Королева, с которым он знаком был еще с детских лет. И вот Королев ему своей рукой на записной книжке написал свой рабочий телефон. И, то есть обращайся, если что. И в 1954 году перед Шелестом встал выбор. Либо пойти работать Королеву, либо остаться на нашем аэродроме. Вот как раз Сергей Николаевич Анохин выбрал второй, вернее, первый вариант. Он ушел после окончания летной работы, он ушел Королеву. А вот Игорь Иванович Шелест выбрал второй вариант. Он остался на нашем аэродроме. Он был ученым-секретарем методсовета. Причем методсовета даже не Львовского, а именно Министерского методсовета, который заседал на территории Львии. И вот он до 1985 года работал ученым-секретарем Министерского методсовета. И дальше он в это время еще очень активно занялся написанием книг. Дело в том, что, как вы помните, в 1938 году уже он выходил. Первая книга, это «Безмоторный полет», это было чисто учебное пособие. А вот в 1966 году в издательстве ДСАУ вышла его первая книга «Испытание зрелости». Мне он в очень увлекательной форме рассказывал о том, как они в 1930-е годы летали на планерах. Вот эти аэропоезда изобретали. И чуть-чуть коснулся своей летноиспытательной деятельностью. Книга очень понравилась читателям. Пришло очень много подкликов. И он решил расширить ее временные рамки. И дальше уже вышла книга в 1969 году «С крыла на крыло», где он, в частности, очень подробно описал вот эти самые испытания крыльевой системы дозаправки. И в 1973 году эту же книгу перевели на литовский язык и выпустили в Вильнюсе. Дальше в 1973 году выходит книга «Лечу за мечтой», которая тоже описывает как раз летноиспытательные будни. И выходит второе издание книги «С крыла на крыло». А дальше он в 80-х годах выпустил книгу «Крылатые люди». В ней он описал будни авиации дальнего действия. Дело в том, что в годы войны на нашем аэродроме базировалась дивизия самолетов П-8 авиации дальнего действия. И многие летчики, штурманы, техники, кто летал в этой дивизии после увольнения в запас, остались жить в нашем городе и работали на нашем аэродроме. Так вот, Игорь Иванович внимательнейшим образом записал их воспоминания и съел книги «Крылатые люди». То есть эта книга посвящена летчикам авиации дальнего действия в годы войны именно тем, кто летал с нашего аэродрома. Это были Магомаренко Владимир Васильевич, который жил и работал в нашем городе, Сугак, Сергей Савельевич Молчанов, Левки Волочи, многие другие. А вот потом у него был интересный опыт. Это книга «Повесть. Опытный аэродром». Это художественная вещь. То есть он взял реальные случаи своей практики, практики своих конец, но придумал совершенно другие фамилии действующих лицам. Ну, может быть, что-то вообще придумал, и получилась чисто художественная книга. И еще, что интересно, уже в 2005 году мы приняли в Союз писателей СССР, то есть он был профессиональный писатель. Дальше потом выходило еще второе издание книги «Лечу за мечтой», и самая его последняя книга была «Дни и ночи напролет». Она вышла в 1991 году. К этому времени Игорь Иванович уже тяжело болел, то есть никакой презентации книги с его участием не было. Но там он продолжил эту тему, как раз он рассказал про реанцию дальнего действия, очень много нового, и рассказал о своей юности, именно вот как он работал еще на 1939-м заводе «Клипальщика», то есть в другую сторону расширил действия. В итоге получилось, что он за свою юность написал 7 книг, 2 из них выдержали по 2 издания, одна была переведена на литовский язык, и суммарный тираж его книг составил 670 тысяч экземпляров. Это не много и не мало, но все-таки это довольно незначительная сумма. Вот, кстати, интересная фотография. Это 1975 год, встреча с читателями, встреча где-то в Жуковском проходит. Он очень активно, кстати, проводил встречи с читателями. Больше того, как Сидент Союза писателей, он приглашал многих писателей в наш город, вот сохранились сведения, что Константин Симонов приезжал по его приглашению в Дом культуры «Стрела», другие писатели. Еще интересный момент. Вот, когда мы рассказывали, недавно совсем у нас была встреча, посвященная Михаилу Кондратьевичу Акафонову, и я там рассказывал, как в Сочи в свое время летчики-испытатели посадили дерево-испытателей. Вот, как раз, это то же самое, вот, крайне справа стоит Игорь Иванович, это они прилетели всем скатом году в Сочи, а это то самое мандариновое дерево, дерево летчиков-испытателей, на котором сделали прививки уже сейчас более ста летчиков-испытателей с нашего аэродрома. Еще интересный момент. Шелест профессионально занимался оперным пением. Дело в том, что с 1966 по 1973 год он регулярно выходил на сцену Центрального Дома культуры железнодорожников, это на Комсомольской площади около Казанского вокзала, между Казанским вокзалом и Нермагом, Москва, есть Дом культуры железнодорожников. Так вот, там был, как сказать, самодеятельная студия оперного пения. Так вот, он выступал в роли Германа в опере «Пиковая дама». Вот, видите, они шили своими силами костюмы, вот Игорь Иванович как раз в гриме, в одежде. Еще помимо этого он участвовал в спектаклях «Паяцы», «Ателло» и «Декабристы». То есть 7 лет он делал, это шелест Игорь Иванович, в опере, роль Германа в опере «Пиковая дама». Как другой писатель, летчик Галай сказал, талантливый человек, талантлив во всем. Вот, наверное, тот самый случай, когда человек и летчик, и писатель, и еще и оперный пилец. Еще одно интересное направление, дело в том, что в конце 70-х, в начале 80-х годов по стране очень массово начало развиваться самодеятельность самолетастроения. Игорь Иванович не мог остаться в стороне, потому что, повторюсь, он в 30-е годы очень активно участвовал в этих всесоюзных плаверных слетах в Коктебеле. Ему это все напоминало его молодость. И вот это вот в ХАИ, в Харьковской институте, видите, они построили какую-то конструкцию. Он приехал, оценивает. Это уже дектопланиристы тогда только-только появились. Это в Коктебеле он с кем-то из дектопланиристов общается. А это уже так называемые слеты любителей авиации. Дело в том, что в 83-м году впервые в Коктебеле провели слет любителей авиации. Это уже второй слет. Тот проводился в Коктебеле, а 84-й проводился на аэродроме Каракос в Крыму. И вот как раз Игорь Иванович, это такая была очень интересная конструкция, самолет-амфибия ХАИ-30. И вот он как раз конструктором этой амфибии, ему какие-то замечания делает. И вот тут я сейчас хотел бы дать слово заслуженному летчику-испытателю России Виталию Петровичу Селиванову, который участвовал во всех этих слетах и был хорошо знаком с Игорем Ивановичем Шельстом. Чтобы он рассказал, как это было, кому это в голову пришло, проводить такие слеты. Было ли это полезно все-таки? Спасибо. Спасибо, Андреевич, что пригласили. Я на регионе узнал очень много нового. Никогда не знал, что он делал. Ну и многие вещи, хотя мы с ним вообще достались тесно. Он был секретарем ТОЦОЭТа, ученым в ЛИИ. А меня экзамные выгнали по здоровью. Я стал начальником, ну сам, начальником управления летной службы, начальником летометанического отдела, поэтому с ним пришлось работать вместе. И в 83-м году разного 60-летия планилизма. Ну, активные ребята, Министерство авиационной промышленности, решили запустить на это мероприятие самодельщика. То есть впервые самодельная летательная опроса. И они просили, чтобы им разрешили полетать. Я, конечно, этого разрешить не мог. Кто за это будет отвечать? Летательные самолеты, которые не проходили никаких испытаний. Они сильно разобиделись на нас. Но это здорово сработало потом. Следующие слеты по работе уже в самоделке летали. А тогда они, мы им предложили, на Аэрохроне была программа демонстрационных полетов, посвященных вот этому 60-летию панилизма. Он праздновался достаточно широко. Были туда еще живых очень много людей, в том числе и Антонова. Там были и многие наши игрокики, были известные, герои и заслуженные. А им предложили место с этой стороны забора, на планерной базе в ЦАГе, на горе Криньки. Но в знак протеста они взяли и разместили свою экспозицию за забором. Потом помогавший нам очень здорово, но нарешенный, как нестатный корреспондент газеты «Вправо», вместе с ним мы сочинили газету, статью «Зазаборная или подзаборная авиация», где правда нас разнесла по почкам, что вот люди делают самолеты, а ты бюрократы, не пускай идти летать. А потом еще нам помогла, во-первых, эта статья. Знаете, все люди настроили, потому что все это летало. Запустили ударную силу стариков, из Хапов, Игоря Ивановича и Веницки. Ну вот они ходили к министру, Силаев подавал министр, прекрасный, кстати, министр был. Правда, совсем недостатковый, но министр он был настоящий. Он прошел с завода в Нижнем Новгороде до министерства, не пропуская ни одной ступени. Очень хорошо сдал дело, и он к ним относился очень уважительно. Я с Петровым, начальником управления Летных Слугов, прошли к нему и стали разговаривать о том, что вот надо этих самодельщиков запускать, а потом надо было и детей лет с первого начинать учить летать. Министр там даст из Кабинета в Кустовую. Вы, говорят, хотите детей поубивать здесь? А когда пошли Хапов, Миницкий и Северс, он их принял, и они потихонечку его уломали. Потом вот эта статья была в Правде, и принято было решение министерству, что разрешите летать на этих самоделках, но только летчикам-воспытателям. И вот на эти все слеты первые ездил и Анохин. Кстати, он облетал после того, как закончился празднование этого шестинец лета, планиризма. Анохин облетал все эти самоделки, втихаря, в общем-то, и не допущено, по медицине. Он хорошо полетал. И вот с Кременцем мы общались, на перелетах с ним общались, и потом уже подружились, что я у него и дома была. Он отличался тем, что он был очень скромный человек. Вот чтобы из него что-то вытащить, чтобы он рассказал, надо было, может, его затеять, чтобы он рассказывал. Я потом тоже молодой. Вот мне было очень интересно. Он был очень интересный человек. Но больше всего рассказывал Веницкий о том, как вот он летал. Потом я и Веницкий узнал, что это действительно был очень талантливый, как и хорошая лётчика. Но заслуженного он так и не получил и гранича, потому что он стоял в очереди на заслуженном, но там его один товарищ подвинул, за что Веницкий его крыл нехорошими словами, это очень известный очень. А Шеверский не смог получить, потому что было древнее, что присваиваться знания заслуженным не только летающими. А его красные сами. И поэтому мы с ним много общались, особенно перелётом. Там он нам очень много помогал. Но иногда когда требовалось решить какой-то вопрос такой, который с администрацией опиралась, то вот эти три богатыря ходили в сырках. И поэтому мы там очень здорово вместе с Орешами. Так что у меня о нём остались самые лучшие впечатления. Я, естественно, я говорю, человек, потому что начал я летать в Аэрклубе меня туда правдоверил. Потом по книжке Маркуши я прочитал что-то по авиации уже более глубоко. Потом я познакомился с Маркушей дружим. Потом случайно мы их познакомились ещё и Зелайн Маркуши, который написал тоже прекрасные книжки. То есть вот те три человека для меня таких самых важных писателей, я с ними общался. И я просто счастлив от этого. Это были замечательные люди. К сожалению, таких людей сейчас ещё меньше-меньше остается. Они или прошли войну, или война уже только прошла, они уже не учились. Это были люди чести и профессиональные, и высочайшие. Ну, всё, всё могу сказать. И вот эти свёртые любители авиации в 87-м году, четвёртый свёрт уже проводился в Москве, за нём было представлено, думайте, 107 конструкций самолётов и любителей сделано. 107 конструкций. Из них 60 совершили полёты. То есть это было массовое явление для 87-го года. Сейчас этого тоже абсолютно не наблюдается. Такого всплеска конструкторской активности любителей. А дальше, вот видите, это тоже как раз один из слётов. А это вот 1984 год. Дело в том, что в апреле 84-го года Шелест прилетел в творческую её манеровку на Дальний Восток. То есть он, как писатель, иногда встречался с читателями по всей стране. И вот он прилетел на Дальний Восток, и там был такой, блин, есть военный аэродром Артём, в городе Артём, на Владивостоке. На нём базировались Ту-16. И людчики очень удивились, что вот этот писатель, который им рассказывает про свои книги, это тот самый конструктор вот этой системы дозаправки, которая пользуется в то время. И в знак уважения они предложили ему совершить полёт на самолёте Ту-16. И вот 5 апреля 84-го года, это Шелест уже было 70 лет, он записал в дневнике, совершил полёт над Тихим океаном в составе экипажа Ту-16. Командир экипажа, майор Пивоваров Владимир Геннадьевич. Взлетели в 10.50, посадка в 15.25. Высота полёта 6600 метров. Большую часть полёта я сидел у нас у кабины вместе со штурманом, наблюдал работу экипажа и разговаривал с ним. Внизу был только Тихий океан. Это вот такое было прощание с небом у него. Это вот уже в этом же здании, на третьем этаже есть библиотека. Это вот 86-го годов, именно в этом библиотеке он проводил встречи с считателями. Это наград Никеля Ивановича. За испытания в 1947 году получил орден Красной Звезды. В 1957 году уже как бы и за испытания, и за систему крыльевой посадки получил орден, знак почёна, и в 1985 году, в 40-летию победы, был награждён орденом Матильской войны второй степени. Я просто забыл сказать, что в годы войны у нас на аэродроме в июле-августе 41-го года действовала ночная эскадрильная система ППО Москвы, в которую входили лётчики-испытатели. Вот Галай, в частности, он сбил бомбардировщик противника при налёте на Москву. Так вот, в этой же эскадрильне там Игорь Иванович Шелест, за что он и был награждён в 40-летию победы. К сожалению, 13 апреля этого года Игорь Иванович Шелест ушёл из жизни. Похоронили его в островцах на кладбище. Через три года ушла из жизни его супруга Лидия Васильевна. На книге его оживут, и в своё время он написал следующие слова. «Смысл моих книг в том, чтобы оставить новым поколением историю нашей работы, которая по своей специфике из-за секреченности, было малоизвестно пробудить у новой молодёжи желание летать, создавать новую оригинальную авиационную технику». Вот очень хочется надеяться, что, может быть, подрастающее поколение тоже прочитает книги Игоря Ивановича и загорится этими идеями летать, создавать авиационную технику. Потому что книги действительно замечательные, они легко читаются. и я очень надеюсь, что молодёжь их будет читать. На этом всё. Если кто-то что-то хочет добавить, пожалуйста. В следующий раз планируют в феврале, там дело в том, что будет 70 лет нашему горячу-пестателю Леониду Рудовичу Щепеткову, а уже многие просили сходить встречу, он как бы дал согласие, поэтому ближе к 20-м числу, я надеюсь, мы с ним увидимся, он расскажет на самом-своей лёгкой. В обедонке потрясло и айда обретает крыло опору, за бортом плывут города и без крайних полей просторы синей лентой вдали река промелькнуло и больше нету.